Привет, друзья! В этом видео я вам расскажу, как избежать штрафа, если забыли пристегнуть ремень безопасности. У нас на канале также размещено много полезных видео по общению с ДПС. Вот, например, как избежать штрафа, если вы забыли включить фары, как выиграть любое безнадежное административное дело, и как выиграть дело, если ДПС не разъяснили вам ваше право. Посмотрите их обязательно, чтобы знать, как общаться с сотрудниками ДПС и побеждать в любых спорах. Итак, если вас остановили сотрудники ДПС, то сообщите им, что вы обязаны быть пристегнутыми только во время движения автомобиля. Но после того, как сотрудник ДПС вас остановил, то вы отстегнули ремень безопасности, чтобы достать из бардачка документы и передать ему. Согласитесь, способ простейший, и у вас явно есть сомнения, работает ли он. Приведу вам в качестве доказательств судебное решение. Первое. Тимшин СФ не согласился со штрафом за непристегнутый ремень и обжаловал постановление сотрудника ДПС в Уральском городском суде Ханты-Мансийского автономного округа. И аргументировал он ровно так, как я вам говорил. Еще пример. Судья Советского районного суда города Казани Кашапов отменил постановление инспектора ДПС. И точно так же в суде истец ссылался на то, что он был пристегнут во время движения, но отстегнулся после остановки. Третий пример. Костоправов сказал сотруднику ДПС, что он был пристегнут и отстегнулся после остановки. Но сотрудник ДПС ему все равно не поверил и выписал штраф. В районном суде города Саратов Костоправов проиграл. А вот в Саратовском областном суде он выиграл и постановление было отменено. И таких примеров, поверьте, немало. Например, Стрижевской городской суд Томской области встал на сторону Вилькова. Судья Ленинского районного суда города Екатеринбурга Белых также встал на сторону водителя. Специально для вашего удобства мы разместили ссылки на все перечисленные решения судов в описании к этому видео и в комментариях. Можете там их посмотреть. Но стоит отметить, что если вы погуглите, то найдете точно такие же примеры, когда водители проигрывают в суде спор сотрудникам ДПС, хотя и аргументируют точно так же, как мы сказали. Я вам объясню, в чем принципиальная разница. Когда водитель выигрывает, а когда проигрывает. Все просто. Это аргументация. Всегда, если вы обжалуете решение сотрудника ДПС, следует ссылаться на решение вышестоящих судов. И ключевой момент при обжаловании это то, что Верховный суд Российской Федерации указывает, что протокол об административном правонарушении и рапорт сотрудника полиции относится к одному и тому же источнику доказательств и не образует достаточной совокупности доказательств при несогласии привлекаемого лица с вменяемым правонарушением. То есть, перевожу на простой человеческий язык. Требуется либо показания свидетеля, либо видеофиксация. А если их нет, то протокол и рапорт это недостаточные доказательства виновности. Если вы не укажете суде на это, то, скорее всего, суд проиграете. Если мои пояснения вам полезны, то сохраните себе это видео в плейлист, сделайте его репост, отправьте другу, чтобы когда это видео вам потребуется, вы быстро могли его найти. Также в интернете вы можете найти еще один совет. При остановке в вашей машине не отрицайте факт того, что вы были не пристегнуты, а сообщите сотруднику ДПС, что защелка ремня безопасности у вас сломалась, и вы двигаетесь на станцию технического обслуживания, чтобы ее починить. Абзацем третьим пункта 2.3.1 ПДД РФ предусматривается возможность эксплуатации транспортного средства к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности в случае отсутствия у водителя возможности устранить возникшие в пути прочие неисправности. К прочим неисправностям стоит отметить относится и поломка защелки ремня. Но из десятков просмотренных судебных решений, где водители аргументировали свою невиновность именно тем, что они следовали на станцию техобслуживания для ремонта защелки ремня безопасности, всего в одном лишь случае дело было выиграно водителям. Во всех остальных случаях водители проиграли. Вот номер этого дела. Можете посмотреть. Почему? Да все очень просто. Так как по мнению суда автомобиль с подобного рода неисправностью должен следовать к месту ремонта с малой скоростью, с включенными аварийными сигналами. После того, как водитель получил штраф, то он все же должен был доехать до станции техобслуживания. И значит в качестве доказательств водитель мог представить в суд копии чеков и любые другие доказательства, что в этот день он подчинил защелку ремня безопасности. Как вы понимаете, никто из водителей не станет так заморачиваться, чтобы обжаловать штраф. Поэтому я вам не рекомендую выбирать в качестве защиты такую аргументацию. Напишите пожалуйста в комментариях по каким еще темам снять видео. Я постараюсь в ближайшее время по самым популярным вопросам записать новые ролики. А если видео было вам полезно, то поделитесь им с друзьями.